Новый год настает! Певец, конечно, из меня так себе, а вот приготовить что-то эдакое, вот это можно, конечно. Это, пожалуйста, я вам всегда расскажу и покажу. Значит, сегодня, судя по тем ингредиентам, которые лежат у меня на столе, вы уже догадались, да, что это наша традиционная, понятная, вкусная закуска, которую салатик, закуска, да, в общем, на новогоднем столе очень часто, я вспоминаю свое детство, когда вот эти ингредиенты соединялись в экстазе танца и заглотнул слюну. Да вкусно это, вкусно, да. В общем, чернослив, свекла, грецкий орех, чеснок, укропчик и мазик, чудеса за полчаса, здесь как бы как ни крути. 30 минут, и вы уложитесь, и я уложусь, даже можно, кстати, поставить таймер. Давайте я на всякий случай для себя поставлю таймер, чтобы понимать, успею ли я, а то каждый раз вы придираетесь и говорите, а ты, Василия, обманываешь, вот здесь монтаж, а есть еще и хейтеры, которые норовят обидеть художника. Свеклу я купил отварную уже. Все, 30 минут погнали. В любом магазине вообще продается, я вот сейчас в Красноярске прилетел недавно буквально таки, там везде продается, реально, вот мне кажется, кто-то какой-то правительственный контракт дернул по отварной свекле. Чернослив. Грецкий орех занимает чуть больше времени, нужно смотреть, чтобы не попадались перепонки внутренние. Перемалываются, потом есть жутко неудобно, поэтому следите, лучше всего купите орех чистый, чтобы не было никаких, никакой шелухи там, а то иначе возненавидят Вас, Ваши домочадцы скажут, что это такое чистый, стоматолог будет рад. Добавляем сюда грецкий орех. Во-первых, грецкий орех, честно признаюсь, я, короче, в блендер все это засовываю, потому что мне лень это крутить на мясорубке, мясорубку мыть сложнее, чем блендер. Так, это грецкий орех, посмотрим, если вдруг будет не хватать в процессе, добавим грецкого ореха. Вот это вот, свеколка, свеколка, свеколка. Так, терочку, терочку и свеколочку. Значит, мелкая нужна, мелкая, вот смотрите, вот эта крупная, вот эта мелкая, нужна мелкая. Почему мелкая, объясню чуть-чуть позже. Теперь, когда это все мелко натерто, нужно все отжать. Вот, берем, о, видите, сок лишний нужно убрать, иначе жижка будет, нам это нельзя. Нам нужно, чтобы у нас сырье было сухое. Короче, всю вот эту массу отжимаем, чтобы она стала максимально сухой. То, что осталось от выжимки, ну, то есть сама выжимка, вы ее не выбрасываете, это прекрасно подойдет для борща, ну, в смысле, не для Анатолия борща, который у нас есть, живет в Сочи, а для блюда борщ, для вкусного борща нужно, чтобы свеколка была хороша, сочная, и самое главное, красная. Вот, получился вот такой вот более-менее сухой, как будет правильно сказать, комок, шарик свекольного жмыха. Теперь пробиваем, да, чеснок, 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 один зубчик обязательно, без него никуда. Чтобы помочь, как говорится, чесноку стать мельче, давайте не будем испытывать судьбу, а ножичком чуть-чуть резанем, и, соответственно, о! Получается вот такая вот, вот такая вот земелька получается, основа для зожных конфет, основа для каких-нибудь фитнес-байтов, сюда бы что-нибудь еще овсянки какой-нибудь напихать, и вообще можно было бы забивать себе желудок с удовольствием. В общем, главное, что порубить вместе. Кстати, вариант, я очень переживал, что грецкий орех начнет тут как бы липнуть, превращаться в единую массу, но оказалось, что вообще супер. Он жирный и не дает слипаться черносливу, и получается довольно мелкая, прикольная штука. На основе этого еще можно какой-нибудь кекс испечь, еще какую-нибудь ерунду придумать вкусненькую. Ух ты! Чеснок-то как пахнет! Чеснок пахнет мощно! Значит, выкладываем в массу свекольную. Ну, во-первых, нужно учесть один маленький фактор. Свекла сладкая, чернослив сладкий. Грецкий орех слегка горчит и дает привкус такой своеобразный. Поэтому надо очень аккуратно, значит, смотрим по ситуации. Я примерно один к одному. Свекла и вот эту грецкую массу. Теперь для вкуса, для склеивания, для придания однородной массы майонез. Будем добавлять понемногу, чтобы не переборщить. Это же не ресторан, это же не техкарта готового блюда. Это все-таки творческий процесс. Супер получается. И еще дэшку. Что у нас там? 14 минут. Времени еще полно. Смотрите, получилась такая довольно плотная масса. И цвета очень красивого. Но этого нам мало. Я вам хочу сказать, что это бомба. Очень хорошо. Очень. По моему вкусу, чуть больше орехов охота и чернослива. Чеснока, честно признаюсь, мало. Но уже, так сказать, фарш невозможно провернуть назад. Все, сколько есть, столько есть. Можно чеснодавку взять еще. Давануть чесночка немножко туда. Но я делать не буду, а вы по своему вкусу пробуйте. Потому что у меня чеснодавки нету. И честно признаться, даже если бы она у меня была, я бы ее не взял. Лень мне, знаете, мешает. Это же мыть ее потом надо будет. Шикарно. Шикарно. Теперь осталось дело за малым. Нужно подготовить какую-нибудь такую штуку. Какую-нибудь такую тарелку. В которой я буду, знаете, что делать? Обваливать шарики, которые на стол пойдут в укропной панировке. Ох, какой аромат. Смотрите. Вообще такое сочетание свекла, грецкие орехи, чернослив. Очень похоже на грузинскую кухню. Мне кажется, скорее всего, вот это прекрасное советское блюдо появилось именно оттуда. Поэтому, в принципе, добавив туда небольшое количество острого перца, чуть-чуть хмели-сунели, у вас получится шикарное пхали. Представляете, пхали можно сделать такое новогоднее. Да еще и в каком-нибудь красном базилике все это обваляйте. Вообще будет огонь. Эта тарелка у меня исключительно для того, чтобы ее использовать как обвалочный пункт. Сразу же новогоднюю какую-нибудь тарелочку. Какую-нибудь обычную, самую вообще новогоднюю. Самую новогоднюю, приновогоднюю. И теперь погнали. Вот так вот. Ну, довольно большой шарик получается. Ну, здесь, знаете, тема такая очень простая. Хотите побольше, хотите поменьше. Тут никто никого не заставляет. Вот получается вот такая новогодняя закусочка. То же самое делаем с несколькими шариками такими. Примерно их прикидывайте, чтобы они были почти одинаковые, да? Оп, почти одинаковые, почти одинаковые. Все, укропчики обваливаем. Выкладываем. Шикарно. У меня, конечно, чуть-чуть осталось здесь на один шарик. Но, знаете, геометрия, она как бы вот мне нравится. Это я доем и так, ложкой, руками или ртом. 30 минут закончились, ровно когда я сервировал последний шарик. Я еще успел руку помыть, перчатку в смысле, протереть ее и положить. Вдруг пригодится на следующий раз. Итак, осталось только попробовать. Вилка – это то, что нам нужно. Но выглядит, как грузинские пхали. Я вот когда в Тбилиси был, прям вот почти так приносит. Так, давайте вот отсюда, чтобы было видно сразу же. А, смотрите, какая штука. Ммм, сочно, стильно, молодежно, а всего лишь. А всего лишь обычный, знакомый, вкуснейший домашний рецепт. Если сделаете шариками, будь праздничный рецепт. Если просто намешаете, побольше чеснока, соли и лимонного сока, еще там что-нибудь, вы по-своему еще добавите. Тогда будет, знаете, как паштет можно использовать. На крупной терке, на дербаните, салат превратится. Рецепт универсальный. Все зависит от вас, от вашего настроения, от вашего умения и от ваших целей и задач. Если мужу хотите праздник устроить, да, тогда можно вот так. А если просто так, что-нибудь набить желудок или на хлеб намазать, то можно, кстати, с хлебом, вообще, кстати, идея суперская. Обязательно попробуйте. Я вот это вот на хлеб намажу, как паштетик, и туда. Итак, друзья, пользуйте, дарю, намекаю, идея ваша, ой, вернее, идея моя, а реализация ваша. Приятного аппетита. Давайте, обязательно сделайте рецепт, и он реально прикольный и крутой.